Итак, друзья, всем добрый день! Рада приветствовать вас на нашем образовательном канале Школы имени Достоевского. Меня зовут Полина Андреевна, я педагог-психолог. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о невербальной коммуникации, о языке тела и жестов. Известно, что человек не в состоянии контролировать каждое своё движение и впечатление, которое он производит на окружающих. Допустим, нам сложно подавить зевоту или вскрыть охватившую нас дрожь. Вне нашей воли мы заливаемся с вами краской и покрываемся мурашками. Однако, существуют всё-таки движения, которые мы в состоянии контролировать, и мало того, пользуемся ими намеренно. Мы можем приподнять брови, потупить глаза, пожать плечами, скрыть руки на груди. Но не существует единой какой-то точно определенной интерпретации подобных жестов и мимических проявлений. Их значение может быть различным в разных культурах и на разных ступеньках в социальной лестнице. Психологи обнаружили, что сообщение, которое человек посылает на языке тела, оно воздействует на собеседника сильнее, чем вербальное. Итак, существует два типа коммуникации. Это вербальное с помощью слов и невербальное. Невербальное общение осуществляется на языке движений, интонаций, поз и мимики, жестов. Но жесты, которые присущи одному человеку, могут быть вовсе незнакомы другому. Поэтому это объясняется психологическими особенностями данного человека, его культуры, социальной и национальной идентификации. Австралийский специалист Алан Пис утверждает, что с помощью слов передается всего лишь 7% информации. С помощью звуковых средств 38%, все остальные 55% — это мимика, жесты и позы. То есть, иными словами, не столь значимо, что говорится, а то, как это делается. И существует несколько систем в невербальном общении. Первая — это оптико-киносическая система. Она состоит из жестов, поз, взглядов и мимики. Паралингвистическая система невербальных средств связана с особенностями голоса, его диапазоном, тональностью. Экстралингвистическая система включает в себя различного рода психофизиологические сопровождения при общении. То есть, это смех, плач, покашливание, вдох-выдох и так далее. И последнее — это сама организация пространства и времени коммуникативного процесса. Эти дополнения увеличивают значимую информацию семантически, но не посредством дополнительных речевых включений, а именно околоречевыми приемами. И на какие же невербальные элементы следует нам с вами обращать внимание. И первое — это, естественно, мимика, жесты. Жесты бывают разные. Ритмические, эмоциональные, указательные и так далее. Далее — это движения. Экспрессивно-выразительные. Сюда относят мимику, жесты, походку. Тактильные движения, экспрессивные. Мракопожатие, похлопывание по стене, прикосновение. Гляд визуально-контактный. Это направление взгляда, его длительность. И частота визуального контакта. И пространственные движения. То есть это ориентация и дистанция. И здесь хотелось бы рассказать ещё и о культурных различиях невербального общения. Так как культурные различия при обмене невербальной информации могут создавать значительные преграды для понимания. Один и тот же жест или выразительное движение у разных народов означает разные вещи. Поэтому при общении с иностранцами лучше всего придерживаться правила. Если вам неизвестны точные значения жестов, лучше вообще их исключить. Допустим, вот пример. Приняв от японца визитную карточку, следует сразу же прочитать её и усвоить. Если вы положите её в карман, вы тем самым сообщите японцу, что его считают несущественным человеком. Далее. Итальянец или француз, если считает какую-либо идею глупой, выразительно стукнет ладонью по лбу, как бы воскресая, что с ума сошёл. А британец или испанец этим же жестом показывает, как он доволен собой. В США, например, ноль, образованный большим и указательным пальцем, говорит «всё нормально, всё окей». В Японии этот же жест означает «просто деньги», а во Франции – ноль. В Португалии и некоторых других странах он вообще воспримется как неприличный. Если в Голландии повернуть указательным пальцем у виска, подразумевая какую-то глупость, то нас неправильно поймут. Там этот жест означает, что кто-то сказал очень остроумную фразу. Говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а японец – на нос. А немец в знак восхищения чьей-то идеей поднимет вверх брови. У англичанина тот же жест означает «прайонийский». А теперь давайте с вами пробежимся по основным невербальным сигналам, на которые мы с вами обращаем внимание при общении и что они могут означать. Опять же, здесь стоит отметить, что у каждого человека жест может интерпретироваться индивидуально. Итак, положение головы. Поднятая голова говорит об уверенности в себе, готовности к коммуникации и открытости к окружающему миру. Если голова подчеркнута, высоко поднята, это свидетельствует о высокомерии. Если она запрокинута, это вызов окружающим и готовность к активным действиям. Если голова свисает вниз, это говорит о слабости и безволии. Далее, мимика лица и глаз. Прикрытые глаза – это либо сильное утомление, либо признак инертности и равнодушия. Прищуренный взгляд может означать либо пристальное внимание, либо хитрость, какие-то коварные замыслы. Прямой взгляд, обращенный к собеседнику, указывает на интерес, доверие, открытость и готовность к сотрудничеству. Гляд сбоку уголками глаз демонстрирует скептическое настроение, недоверие и выражает сомнения. Следующее – это руки. На что же они нам могут указать? В психологии жестов рукам отводится довольно большое значение. Это связано с тем, что жестикулируя руками, человек порой передает множество тех чувств и эмоций, которые не может выразить словами. Если руки свисают вдоль тела, это указывает на пассивность и безволие. Если они заложены за спину – неготовность к действиям, робость, застенчивость, сомнения. Если руки спрятаны в карманах, это говорит о попытке скрыть себя и о неуверенности в себе. Следующее – это плечи. Плечи, которые спадают вперед – это знак слабости, подавленности и символ комплекса неполноценности. Если плечи высоко подняты, при сутулы спине, на языке жестов означает нерешительность и беспомощность. Если плечи отведены назад, это говорит, наоборот, о стремлении действовать. Следующее – это походка. В психологии характер человека, его личностные какие-то качества отражаются на осанке, его походке и любимых позах. Так давайте рассмотрим эти моменты более подробно. Если походка быстрая, с размахивающимися руками, это соответствует таким качествам, как целеустремленность, активность и уверенность в себе. Если походка с руками в карманах и волочением ног, это свидетельствует о скрытом характере и угнетенном состоянии духа. Широкие шаги при ходьбе означают ясность целей, предприимчивость и энергичность. Если шаги короткие – это знак сдержанности, осторожности и расчетливости. И как бонус давайте с вами еще посмотрим на те невербальные сигналы, на которые стоит обратить внимание, когда вы чувствуете, что кажется, человек вам лжет. И первое – это мы обращаем внимание на микровыражения. У человека, который лжет, подсознательно проявляются эмоции бедствия. Внешне это выражается в непроизвольном поднятии бровей и вследствие чего на лбу образуются складки. Судить о несправедливости также поможет асимметрия, то есть разные проявления эмоций на левой и правой частях лица. Такая несогласованность есть приметы того, что человек эмоции выдумывает, а не переживал их ранее. Нос и рот. Как утверждают исследователи, лжет гораздо чаще дотрагивается до носа и прикрывает руками рот. Движение глаз. Человек чаще моргает, когда врет. Веки остаются дольше закрытыми, чем обычно, во время лжи. Также статистика неумолимо утверждает, что человек, который врет, потеет намного больше, чем правдивый. И, как правило, мы киваем с вами непроизвольно, чтобы подтвердить свои слова или согласиться со сказанным. А в случае, когда человек лжет, возникает задержка между словами и кивком головы. Суетливость. Как говорится, на воре и шапка горит. Человек, который лжет, будет нервозен, суетлив. Ему невозможно сидеть на одном месте и поза будет неестественна. Движение. Человек, который говорит правду, наклоняется в сторону собеседника, а лжается, наоборот, отдаляется. И во время общения многие неосознанно используют зеркалирование, то есть не повторяют жесты своего собеседника. А когда человек лжет, эта функция, подсознательная реакция угнетается. И также у человека лжеца неспокойное положение рук. Он то галстук управляет, то приглашает волосы, то присутствует желание что-то сжать. Также всё это дело выдаёт лжеца. И участившееся дыхание также может быть свидетельством того, что человек встал на тонкий лёд. Он начинает дышать быстрее, чтобы накачать мозг кислородом, который необходим для ориентации в физической ситуации. И избыточное образование слюны связано с выделением адреналина, поэтому частое сглатывание может выдать лгуна. Итак, мы с вами сегодня узнали чуть больше о невербальном общении, о языке тела и жестов. Я надеюсь, что информация была вам полезной и интересной. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш образовательный канал и желаю вам всего доброго. До свидания.